Сегодня у нас такой юбилейно-праздничный эфир, потому что ровно, даже уже не ровно, там уже больше, 200 тысяч. Неровно, неровно суммы. Да, и сейчас по всей географии Украины пройдемся, включая с Донецком, Луганском, Симферополем, Севастополем, конечно, но к этому все идет. Ялту не забудь, хочу в Ялту. Я тоже ее люблю, я надеюсь, что скоро мы туда поедем, в любимую Ялту. 200 тысяч российских оккупантов уже уничтожили вооруженные силы Украины. И, собственно говоря, весь интернет полнится и картинками на этот счет, и комментариями, и поздравлениями. Ну что, а как ты считаешь, когда будет и какой будет та цифра, при которой россияне? Ну вот им станет больно, что ли? То есть задумаются нет, не применяю слово. Я рассуждаю, что лучше, вслух прямо сейчас. 200 тысяч двухсотых или 300 тысяч трехсотых? Вот кто мне даст ответ на этот вопрос, я его себе задал. Но на сегодня имеем 200 тысяч двухсотых русских. Хорошо ли это или плохо? Конечно, это очень хорошо. Чем больше оккупантов, которые пришли на нашу землю, чтобы нас убивать, чтобы уничтожать наши города и села, будет отправлено на тот свет, тем лучше. И так должно быть в священной, освободительной, справедливой войне, когда к тебе приходят, не спросив у тебя, можно ли, когда открывают дверь без стука и заходят к тебе в дом, то, конечно, надо отправлять их к праотцам, если они у них были. Поэтому 200 тысяч – это внушительно. Когда-то, до начала такой войны, я же часто говорил в эфирах, что русские, не идите сюда, вам будут присылать гробы, пойдут гробы в Россию в массовом количестве, это будут десятки тысяч гробов. Я это все говорил. Иван, ты это говорил еще задолго до начала широкомасштабного вторжения. Ты предупреждал их. Да, это все в Ютубе есть. И я представить себе не мог, что на них не действуют ни 100 тысяч, ни 200 на них не действуют. Никак. Нет. Ты знаешь, они живут по принципу какому-то тупому. Я думаю, что когда 300 будет, если до этого дойдет, потому что, может, война раньше закончится, и 300 на них не произведут впечатление, потому что закон математики. Мне кто-то из моих собеседников, таких именитых, сказал, все математика. Вот представьте себе, их 140 миллионов. А что такое 140 тысяч даже? Это один на тысячу. Его не видно. Его не видно. Представь себе, тысяча человек сидит, ну и где-то один погиб на войне. Ну и хрен с ним они думают. А вон сколько гибнет на дорогах. А сколько гибнет от плохого алкоголя у них. Ну думают, ну какая разница, от алкоголя он погиб или на войне. Какая разница? Поэтому эта математика, это не те цифры. Если бы погибал один человек на 100, ой, это было бы заметно. А так для них это пока так. Вот. Но это большое достижение. 200 тысяч пакетированных двухсотых. Это прекрасно. Кстати, не все пакетированы. Многие до сих пор где-то удобряют украинскую землю. Делают наш чернозем еще богаче. Нет, так это, слушай, официальная информация, что русские, кроме братских могил украинцев, в том числе гражданских, на всех... Что такое, пишут, Саакашвили умер? Что это такое? Бред какой-то. Да нет, ну это фигня. Надо проверить. Ну напишите, напишите, пожалуйста. Сейчас я проверю, конечно, но я считаю... Ты задай вопрос пока, я буду отвечать, а ты проверяй. Димочка, я хотела у тебя... Не вижу какого. Это... Нет, это какая-то просто утка. Да, Лизь, говори, говори. Не ведитесь на фейки. Я уверена, что Михаил Саакашвили будет долго жить, доживет до нашей победы и еще будет трудиться на благо и Грузии и Украины. Да, нет, вранье. Я тоже не вижу. Смотри, о чем я хочу сказать, что на оккупированных Россией территориях это же не секрет, что кроме того, что они устраивают братские могилы из украинского гражданского населения, просто огромные горы людей, которых они туда сваливают и закапывают, так в тех же могилах огромное количество и русских, то есть своих же русских оккупантов, которых они также закапывают безымянно. Для чего? Чтобы экономить просто деньги. То есть про эту схему рассказывают все. Потому что они потом числятся там без вести. И, собственно говоря, не нужно за них ничего выплачивать. Дима, вот что я хочу тебя спросить, потому что дело в том, что сегодня мы... Олеся, я тебе на эту тему сделаю такое отступление. Мы дружили с Романом Григорьевичем Бекчуковым. Это потрясающий режиссер, потрясающий человек, Львивьянин, который был до последнего вздоха патриотом Украины, которого мы хоронили во Львове. Вот он когда-то мне говорит, он ставил спектакль где-то в Греции, и его спрашивают, а вот что у вас за страна была, Советский Союз? И он говорит, Дите мои, что вам сказать? Говорит, вот это же я был пионером. И весь час ходил с иншими пионерами, львивьянами, до памятника неведомому солдату. Давай я по-русски буду говорить, Роман Григорьевич по-украински любил говорить, чтобы нас поняли. Короче, ходил все время с пионерами, и сам был пионером к памятнику неизвестному солдату. И возлагал святые, и все мероприятия торжественные были у памятника неизвестному солдату. И когда этот памятник в первые месяцы независимости украинской начали демонтировать, обнаружилось, что под ним лежал немец в немецкой форме. Вот он говорит, что вам сказать, дети, про Советский Союз? Всю жизнь мы поклонялись немцам. Дались. Сто процентов. Смотри, тут еще нам в комментариях пишут, Дмитрий видел программу про вас, выпустили на первом канале. У меня сейчас по телевизору показывают. Кто это нам пишет? Найффакер, что ли? Так вот, Найффакер. Напишите, что там в очередной раз показывают про Дмитрия на первом российском, самом ватном канале. Друзья, нас смотрит уже 2500 человек ровно. Про меня постоянно что-то показывают на российских каналах. Они не могут, бедные, успокоиться. Но я понимаю их, пучит, рвет, жарит и поджаривает на сковородках этих чертей. Это хорошо. И не будем забывать, в конце концов, что я единственный украинец за все 32 года независимости, к которому Россия применила небывалый комплекс антимер. Против меня открыто дело в Москве, уголовное, по трем или четырем статьям. Я внесен в реестр террористов и экстремистов. Я признан в России иностранным агентом. Почему я иностранный агент? Естественно, я иностранец для них. Почему агент? Басманный суд Москвы заочно меня арестовал, и я объявлен в розыск. Пусть поцелуют меня в жопу, говорю им я. Пять орденов они мне прилепили уже на жопу тоже, на одну половину жопы. А во вторую пусть меня поцелуют. Идем дальше. Наши зрители спрашивают у тебя, как ты пережил сегодня ночь. Ну, вопрос неспроста, потому что даже для привыкшей к фашистским русским обстрелам Украины и Киева сегодняшняя ночь была экстраординарная, особенно для столицы, потому что было выпущено всего 18 ракет, причем не просто ракет, а на Украину, на Киев летело 6 кинжалов, 9 калибров. Попшись кинжалов, я сразу скажу, что это гиперзвуковые ракеты, которые, как написано в русской инструкции, невозможно сбить, невозможно перехватить. Плюс шахеды, несколько штук дронов, плюс еще другие беспилотники, Орлан-10 и Суперкам. Что потрясающе? Потрясающе, что все эти ракеты и дроны были уничтожены нашими суперпрофессиональными, абсолютно невероятными силами ПВО, потому что, вот смотри, сбить кинжал, их кинжал, нельзя, невозможно, вообще не бывает такого. А тут не просто один кинжал, а сбили все шесть кинжалов, еще и когда они это все миксовали вместе с другими, чтобы запутать. Поэтому было реально... Извини, Алиса, это как в анекдоте в грузинском ресторане, знаешь, просит человек у официанта, можно что-нибудь поострее? Тут говорит, кинжал в жопу. Вот эти кинжалы можно засунуть только в жопу русским оккупантам. Это оказалось, ты понимаешь, что оказалось? Оказалось, что у них все говно. Сами они говно, пропаганда их говно, кинжалы говно, корабли говно, солдаты говно, Вагнер говно, Путин говно, Пригожин говно, Шойгу с Герасимовым два говна. Игра была равна, играли два говна. Страна Россия говно, несмываемое, зловонное, вонючее говно, чтобы они поздыхали, суки, кто хочет, чтобы сдохли мы. Я по этому поводу расскажу интересный случай. Мне когда-то рассказывал Виктор Черномырдин, который, наверное, в гробу переворачивается, если видит, что его страна наделала с Украиной, которую он так любил, искренне любил Украину. У него жена украинка была, он пел украинские песни. Он такой был человек, хороший человек был Виктор Степанович. Не был одержим этим русским шовинизмом таким. И он мне рассказал, как все, наверное, помнят Махмуда Исамбаева. Это великий чеченец, танцовщик, который один из лучших танцовщиков мира вообще. У него был в Грозном прекрасный дом. Там не только бриллианты были, там коллекция картин была, там была уникальная коллекция костюмов его танцевальных. Мне довелось быть знакомым с Махмудом Исамбаевым. У меня с ним фото есть даже. Он всегда ходил в Папахе. Мамуда его друзья называли. И вот дом Махмуда Исамбаева, русская армия, которая вторглась в Чечню под руководством Грачева, разбомбила. И Махмуд Исамбаев, конечно же, ненавидел русскую армию, ненавидел Грачева. И вот мне Черномордин рассказывает. Идет прием, поднимают тосты в Кремле. Встает Махмуд Исамбаев, и он сказал, тишина такая повисла. Он сказал, я хочу, чтобы сдох Грачев с бокалом. Все вообще замолчали. И он сказал, а кто не выпьет, пусть сам сдохнет. Идем дальше.